ну что ребят всем привет и жду пока присоединитесь лайкайте мне ставьте сердечки чтоб я знала что вы уже выходите на связь вот присоединяется как хорошо немножко позже чем и обещала я планировала часиков 9 ночи то что сейчас транслируется денис я решила немножечко подождать добрый вечер еще немножко подожду пока вы присоединитесь сегодня мы с вами будем говорить о вегетарианстве точнее в общем то я не буду вам рассказывать очень много теоретической части фактически я вообще этого делать не буду единство что хочу рассказать это просто свою точку зрения по поводу вегетарианства где дэн трансляцию сейчас ведет параллельно на всякий случай его ник перископе дэн нижнее подчеркивание борисов сначала мы начнем с тем вегетарианстве я буквально немножко расскажу свою точку зрения свое мнение а потом мы приступим к ответу ответом на ваши вопросы прибыли всегда не может не класть полотенцем можно я тоже так всегда делаю спасибо дэнчик не отвечает сюда пришел ну да у него в общем-то под слушателей много поэтому ему сложнее ответить ну что уже вроде смотрю присоединились люди я тогда начну рассказывать смотрела дэна отключилась так 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 вот отбивала у него слушателей нехорошая девочка кого там посмотреть сюжет мила какого-то мясе да в общем не суть давайте посмотрите я начну рассказывать вегетарианстве еще раз повторюсь что я не буду вам рассказывать теоретическую часть там польза вред вегетарианстве скажу скажу исключительно свою точку зрения это не значит что я противник либо же наоборот я сама что я пропагандирую либо же наоборот я категорически против и призываю вас ни в коем случае не станет вегетарианцами это моя исключительно точка зрения основанная на моих убеждениях на моих взглядах и я никого не заставляю быть либо вегетарианцем либо же наоборот дэнчик пишет дэнчик ты же тут ты мне убрал забрал слушатели моих сейчас они с тобой переписываться будут пока буду тут рассказывать ну в общем что начнем с того что на всякий случай отмечу вегетарианство это когда вы полностью отказываетесь от пищи животного происхождения есть различные виды там лакто-вегетарианство это когда можно употреблять молочные продукты яйца но это уже нюансы в общем что я хочу сказать по поводу вегетарианство так слушайте мне кажется что сейчас вот она с дэнчиком общаетесь эти мне вот вегетарианцы напоминают и бывших алкоголиков это эти вот как алкоголик вот он отказался в какой-то момент ну и даже курильщик отказался от алкоголя либо же от сигарет то есть полностью один раз и навсегда потому что если он начинает снова это тело то ему снова хочется вот мне примерно напоминают то же самое вегетарианцы я не не против того чтобы ели там не ели мясо или ели его мало но для меня уже не нормально когда человек просто от чего-то отказывается по не объективным на то причинам но не по необъективным на мой взгляд что я считаю что полный отказ от мяса это не это неправильно то есть даже мы начинаем с таких моментов как наша пищеварительная наша жевательная система которая устроена таким образом что мы можем есть и пищу животного происхождения и пищу растительного происхождения то есть эволюционно эти все моменты учтены это самый главный показатель того что мы можем кушать и ту и другую пищу здесь уже вопрос в пропорциях да то есть вы можете кушать больше растительной пищи либо больше там пищи животного происхождения. Это уже, скажем, такие нюансы, вкусовые предпочтения. Либо вы себя чувствуете, например, лучше, если вы едете больше пищи растительного происхождения. Это уже другой момент. Но полностью отказываться, я считаю, что не стоит. Не стоит, опять же, почему? Потому что в пище животного происхождения содержится ряд аминокислот, которые отсутствуют в пище растительного происхождения. Да, можно сказать о том, что можно комбинировать продукты растительного происхождения, например, зерновые, бобовые, можно получить фактически полный комплекс аминокислот, но нет, они усваиваются в любом случае хуже, и вы не получите все равно все эти необходимые питательные вещества, микро-макроэлементы, которые вам необходимы. Вы исключаете ряд тех веществ, которые необходимы для вашего процесса жизнедеятельности. Опять же, обратите внимание, что категорически запрещается вегетарианство детям, да, потому что они развиваются, они растут, у них развиваются их соединительные ткани, кости, вещи и прочее. То есть они не могут отказаться от этой пищи, животного происхождения, потому что это надо для того, чтобы они могли нормально развиваться. То же самое не рекомендуют беременную женщину. Да, есть теория о том, что беременным можно находиться на вегетарианских диетах, но чаще нет. То есть и больше все-таки мнение о том, что ни в коем случае нельзя это делать. Опять же, даже вернемся к пенсионерам, к возрастным людям, да, то есть то же самое, для них обязательно получать тот необходимый комплекс аминокислот, который содержится в пище животного происхождения. При тренинге, если брать бодибилдинг, опять же, вы получаете все необходимые аминокислоты. Можно пытаться пить витамины, пить добавки. Становится вопрос, а зачем, если вы можете это получать с пищей. Опять же, бытают мнение о том, что самочувствие улучшается, меньше проблем с сердечно-сосудистой системой, ожирение, диабет, понижается уровень холестерина, сахара и прочее. Да, это так. Но речь же идет о чем? Вы можете перейти на пищу, на нормальное полноценное питание, то есть употреблять и пищу животного происхождения, и пищу растительного происхождения, но при этом не жареные котлеты из свинины, да, вы можете съесть там отварную куриную кусочки индейки или рыбку там на пару, что-то. То есть это будет пища здоровая, нежирная, полезная. И вы получаете весь необходимый комплекс аминокислот, все питательные вещества, которые содержатся в этом продукте, и при этом вы не вредите своему здоровью никаким образом. Кушайте где-то больше овощей, чуть меньше мяса, но зачем ограничивать себя полностью? Это моя точка зрения, я считаю, что это правильно, это помогает нашему организму и функционировать полноценно. И при тренинге, учитывая, что тут большинство спортсмены, и это те вещества и аминокислоты, которые нам необходимы для нашего развития, для развития нашего тела. Когда я всегда делаю, что жирное не надо есть, ну, в первую очередь, можете поговорить, можете при этом как-то невзначать и по статью какую-то читаете, что вот такое мнение и согласиться с этой статьей. Обсудите, поговорите, то есть приведите какие-то полноценные доводы, что жирная пища – это нехорошо. Тем более зубы человеку устроены для перелома пищи животного происхождения. Тем более зубы… Ну, они не устроены так, что именно для перемалывания пищи животного происхождения. Они подходят и для того, чтобы мы кушали пищу животного происхождения, и для того, чтобы мы кушали пищу растительного происхождения. То есть мы можем есть и то, и другое. Это уже, на мой взгляд, главный показатель того, что мы должны кушать и ту, и другую пищу. В общем, вегетарианство мало хорошего. Есть ряд плюсов, например, для желудочно-кишечного тракта хорошо, для сердечно-сосудистой системы. Но есть масса бонусов. Но бонус заключается в том, что вы исключаете очень жирную пищу. То есть богатую холестерином, богатую вредными жирами. И поэтому ваш организм чувствует себя гораздо лучше. И вот эти вот тоже нюансы, когда рассказывают, что меньше людей страдает диабетом, и меньше людей продолжительной жизни больше. Да, но за счет чего? За счет того, что вы убираете вредные продукты. Не за счет того, что вы едите правильно, что надо есть только одни крупы, зелени, орешки. И все. Не за счет этого, а за счет того, что вы убираете просто вредную пищу. Питайтесь полноценно правильно. Что лучше? Есть диабетику. Сахар, естественно, исключать. Углеводы поменьше исключать. Больше белковой пищи. Полезные жиры тоже обязательно нужны. Девушка есть только творог, мясо и овсянку с утра. Бегает через день и не худеет. Что делать? Возможно, она очень сильно замедлена обмен веществ. Может быть, она слишком мало кушает. Пусть она пересмотрит свое питание, чтобы у нее не было калорийной, что меньше тысячи. Я уже замужем, поздно. Сколько жиров употребляю в сутки, я не считаю. Я не считаю калорий, я не считаю белки, жиры, углеводы. И никогда этим, в общем-то, не занималась даже на этапе подготовки к соревнованиям. Я просто чувствую свой организм. Вот и все. Я не считаю. Я примерно знаю, сколько мне надо по количеству съесть. По сути, вегетарианство скорее вредно, на мой взгляд, вредно. Вообще, вот эти все жесткие ограничения, когда начинается, опять же, там пропаганда, что вот, не все должны там не есть пищу животного происхождения, жалко животных. Блин, жалко животных, как сумочки кожаные и шубки мы носим, а как кушать мясо, так нам жалко животных. Ну, то есть, понимаете, подмена понятия. Просто чаще всего люди хотят себя, не знаю, там, посадить на диету. То есть, находят какую-то мотивацию, находят какое-то убеждение, начинают в это верить. И просто таким образом им проще худеть. Вот и все. Начинают кушать, сидят там на овощах, на одних, на кашах. Просто худеют и чувствуют себя прекрасно. Просто они психологически себя могут настроить и держать диету. То есть, вот именно таким образом. То есть, они убедили себя, что нельзя, что вредно, что плохо. Ну, и все. Вот это чаще всего на самом-то деле такая причина, что касается женщин. А вот это вот начинается, что нельзя есть. Посмотрите, там, в Скандинавии, например, люди в основной едят рыба, мясо. Это их основной источник питания. В Индии там больше, например, опер там вера. Да, она, в общем-то, командирует изначально больше растительную пищу. Опять же, что подводы нужны. Спасибо. У меня знакомая отказалась от мяса и птицы, но при этом вес не меняется слегка в плюс. Ну, скорее всего, просто она передает углеводов. Вы даже обратите внимание, в основном диеты, каким образом они строятся. То есть, вы постепенно сокращаете, не белок, вы постепенно сокращаете углеводы. А здесь получается, она фактически полностью исключила, видимо, белок. И у нее одни углеводы в течение суток. Ну, то есть, возможно, поэтому она и поправляется. Может быть, просто переедает. Если я каждое утро занимаюсь 10-минутной гимнастикой с кардио, это не вредно для организма и сердца? Нет. Абсолютно. Только полезно. Наоборот, на пользу. Так, дальше. Что-то как вот, как начинаю смотреть на камеру, бегут, бегут, бегут вопросы. Как только глаза пущу, и сразу все. Если хочется сладкого, что можно, фрукты кушайте. Фрукты можете, сухофрукты в каких-нибудь, медик и немножко. При урезании белка нужно ли увеличивать, при урезании углеводов нужно ли увеличивать белок? Все зависит от ваших целей, задач. Не всегда это нужно делать. Но чаще, да. Чаще для того, чтобы сохранить калорийность, урезают. Но здесь, если речь идет, например, о подготовке к соревнованиям, то есть, тоже есть различные варианты. То есть, иногда можно увеличивать количество белка, иногда можно, например, урезать углеводы, сохранять то же количество белка, потом, например, делать загрузку через пару дней. Стоит с кровью скорее полезно или не очень? Ну, скорее, конечно, учитывая условия хранения мяса, лучше без крови. Но лично я всегда ем с кровью, я учусь без кровью мясо. Просто это насет, как, например, суши тоже, вот почему имбирь там рекомендуют кушать. Для того, чтобы, ну, потому что рыба сырая, условия хранения не всегда соответствуют необходимым условиям. Не пробовать с кровью, знаете, как прожарка medium, не well done, если well done, есть medium, вот medium прожарка, это с кровью, когда в середине мясо не до конца прожаренное. То есть получается оно с корочкой такое, ну, в середине оно с кровью, сыроватое. А детские смеси вместо протеина не катит, это вредно? Это не вредно, но там они, по-моему, достаточно калорийные. Я, честно говоря, состав детских смесей не знаю, но я думаю, что там недостаточно будет белка. И, честно, вот не подскажу. Анна, часто встречаются изменения цикла, очень длинные при силовых... Изменения цикла, очень... Это вы имеете в виду, простите, месячные, да? Если вы имеете в виду вот этот вопрос, то возможно, у вас очень интенсивная нагрузка, может быть, тогда могут быть сбои. Смотрите, чтобы вы не перетруждались далее. Вы же женщина, в конце концов, вам все еще рожать, вам надо беречь себя. Ну что, ну где вопрос? А, а вы только красную рыбу и жирную кушете? Чем она уже хуже... Хуже белой жирной? Я ем красную жирную только, потому что мне она вкусная. Белую жирную я не ем, потому что она мне невкусная. Она, может быть, и не будет хуже, но просто я ее не люблю. То есть обычно из белой я ем треско, судака, вот такие вот рыбки. А красную, ну вот, это единственная жирная рыба, которую я ем. Но я не думаю, что белая не будет хуже. Если диастаз, можно ли приседать? Очень люблю приседы. Здесь это надо видеть мне. Вот, это так вот, знаете, вот... Попробуйте, наверное, лучше... Лучше, наверное, не стоит. Не стоит лучше. Ань, когда детей уже заведете... Как Бог даст, вот так с дочками говорим всегда. Можно ли на ужин съесть творожники, в которых добавлен сахар? Лучше не стоит. Ну, это же углеводы. Мало того, что несложно, еще простые углеводы. Ну, лучше не надо. Лучше вы сырнички себе эти, творожники оставьте на завтрак. Сколько минут бегаете? Ну, я обычно бегаю в зависимости от наличия свободного времени. Вот сегодня, например, я ходила на тренировку, я побегала, там, 26 минут что-то, ну, после силовой тренировки. Если прихожу отдельно на кардио, ну, если отдельно, то я стараюсь приходить вообще утром натощак бегать, ну, минут по 40 бегаю. А вообще, по часу старалась делать раньше. Можно ли стать тренером без диплома? Можно, конечно. Ну, все абсолютно. Вот, то есть, у меня есть разные дипломы, куча всяких дипломов, их никто, кроме меня, никто в глаза не видел. Когда в Минск? В Минск мы поедем на следующей неделе. Ну, буквально пару дней. Много рекламы корсетов для занятий спортом. Но вообще, они хорошие, на самом деле, эти корсеты. Нет, это не дурья. Они хорошие. Ну, я считаю, что они так рабочие. Поделись рецептами. Слушайте, так даже в голову не приходит. Я тут не такой ядерный кулинар. А навсегда, навсегда мы пока не планируем. Не знаю, когда. Не знаю. Спасибо, надеюсь, пожалуйста. Ну что, давайте еще пару вопросов. Можете еще вопросы по вегетарианству. Расскажи, пожалуйста, свое мнение про Гербалаев и Энн Рожидает. У меня не очень позитивное мнение. Я вообще, в принципе, к добавкам отношусь так достаточно скептически. Ну, таким, таким, который вот Гербалаев и вот эти вот такие сетевые, все эти вещи. Просто я схожу с точки зрения состава. То есть я когда видела, я уверена, что там есть какие-то рабочие позиции. Я вот думаю, что там однозначно что-то такое есть. Я не могу сказать плохо, там непосредственно вообще про все. Но что касается, например, спортивных добавок, я даже помню, как-то вот в Гербалаев, у меня недалеко от работы был их офис, и заходила, смотрела спортивные добавки. Там батончики протеиновые, там всякие, что-то какие-то типа смеси протеиновые женские, там заменители питания. Я почитала состав так, фу, еще за такие деньги. Ну, то есть абсолютно нецелесообразно. Человеку не обязательно есть мясо. Каждый может выбрать сам, как ему питаться. Нет, речь не идет о том, что человеку надо есть мясо. Это то, что я с самого начала сказала, что я не пропагандирую ни один, ни второй тип питания. То есть если человек убежден, что ему не надо есть мясо, пожалуйста. Но просто как правило, понимаете, вот люди перестают есть мясо не потому, что им невкусно. То есть это какое-то вот просто свое внутреннее убеждение. Почему нету таких, я даже не знаю, как там, антисладка, ешки какие-нибудь, да, вот что вот нельзя есть, там, например, сладости. Вот это однозначно на пользу. Вот это будет 100% на пользу. Но таких нет, понимаете, вот нет таких. Но есть, блин, вот вегетарианцы, которые не едят мясо, не едят рыбу, которые масса полезных веществ. В сладком их нет. Но почему-то об этом никто не говорит. Какие овощи не стоит есть при сушке? Ну вот ближе к подводке, к соревнованиям я помидоры убирала. В основном я ела зеленые овощи. Это огурцы, перец, там, ну вот редиску там не вот кушала. Они есть, ну это вообще вот картошка, картошку не надо есть. Что там еще у нас такое калорийное, что-то я не помню, что у нас, какие у нас там овощи калорийные. Слушайте, не помню, какие у нас калорийные овощи, забыла. Вот свекла, правильно, да, свекла, да, там сахара много. Я что-то не помню, я не помню, что я ела. В основном это был перец, морковка, огурцы, иногда помидоры. Вот кукуруза, правильно. Но бобовые, бобовые, в общем-то, неплохо, то есть все зависит от этапа подготовки. То есть бобовые, в общем-то, неплохо, там яминокислотные, в общем-то, неплохой состав. Но немного бобовых, а то может путить. Опять про корсеты. Есть ли диастаз, есть ли смысл в нем, чтобы живот держал? При диастазе не знаю, вот с точки зрения именно практического опыта, я не знаю. У меня среди знакомых никто его не использовал при диастазе. Но у меня использовали его, скажем, при тренинге, для того, чтобы талию не увеличивать. И даже некоторые в нем спали, для того, чтобы уменьшить объемы талии. И действительно работает. Талия становится уже. Интенсивная ходьба под хорошим окном лучше для бега, лучше бить в бега для жиросжигания. Жиросжигание у вас происходит на определенном пульсе. То есть вы должны просто выдерживать пульс в зоне жиросжигания. Просто усредненно это 120-140. Но есть разная зависимость от возраста. Вот так что смотрите. Не зациклитесь на том, что ходьба или не ходьба. 60% от максимума. Да. Желатин усваивается? Усваивается. У вас осанка, можно ли исправить сутулость? Какими упражнениями? Вообще у меня вот с детства был сколиоз. Я была очень сутула. Меня мама все время ругала. Я вообще прям сидела все время вот так вот. Начала когда тренироваться, спина на самой мышечной корсетке появилась. Спинка стала сама по себе ровной. Ну естественно я старалась держать ровно. Но в принципе она исправилась, когда начала тренироваться. Пожалуйста. Ну что, ребят, буду с вами прощаться. Всем пока. Спасибо, что приходите меня слушать. Спокойной ночи. Уже поздно. Все, пока-пока. Ну что же он так не хочет? Вот так. Нет. Слушайте, ну не хочет, не хочет с вами прощаться. Мой телефон. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...